Здравствуйте! Меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск из цикла «Об истории средних веков», пятый сезон, в котором мы говорим об истории Византийской империи. Уже подходим к ее завершению. В прошлый раз мы остановились на том, что в 1341 году умер император Андроник Третий, и присылок пришел к его малолетнему сыну Иоанну Пятому. И, в общем-то, с этой поры наступает закат Византии, и вот мы начнем разбирать этот исторический период. Но прежде чем перейти к этому выпуску, я напоминаю, что у нас продолжается война в мире, война, которую путинская Россия развязала против Украины, еще начиная с 2014 года, с аннексии Крыма и вторжения на Донбасс. Но в 2022 году полномасштабное вторжение, и, в принципе, я думаю, что уже только ленивый не знает о тех зверствах и преступлениях путинской военщины, которые она совершает, и говни путинской, которые она совершает на оккупированных землях, о ракетных обстрелах, энергетической инфраструктуры, жилых домов. То есть весь спектр военных преступлений, это уже всем очевидно в мире, что Путин это Гитлер 21 века. Но вот мне приходится быть в относительно безопасном месте, ну, более безопасном по сравнению с крупным городом. И я вот отсюда записываю эти выпуски. Если у вас есть желание и возможность, вы можете поддержать меня и мою работу на патроне. Также есть мембершип на канале в YouTube, то есть вы можете там присоединиться для тех 2 доступные видео на неделю раньше без рекламы. Если даже вы не присоединяетесь, то просто подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, и это тоже, в принципе, такая моральная поддержка, которую я вам буду благодарен. Ну, а, собственно, переходим к этому невеселому выпуску о закате Византийской империи 1341 год. Иоанн V, ему около 9 лет, сын, соответственно, Андроника III, садится на трон, но, конечно, мальчик не может править. Вопрос, у кого реальная власть, решается довольно просто. Как в прошлый раз мы говорили, у Андроника III был такой верный друг и соратник, который был одним из двух людей, приведших его к трону. Это Иоанн Кантакузин. И, в принципе, при Андронике Кантакузин стал вторым человеком в империи. Ну, после некоторой борьбы, естественно, не без труда, но, тем не менее, стал вторым человеком в империи. И долгие годы именно ООН осуществлял ежедневное управление страной, потому что Андроник, ну, как бы, был таким человеком бесшабашным, более заботился об удовольствиях, о войне, но не о государственном управлении. Поэтому у Кантакузина был контроль над финансами, а также и над войском, потому что он был военачальником. Ну, конечно, Андроник тоже войну любил, но Кантакузин был тоже довольно видным полководцем, поэтому войско было тоже у него в подчинении. И, естественно, что он стал регентом. Но у Кантакузина были влиятельные враги. Ну, во-первых, у мальчика была мать, вдова, соответственно, императора, Анна Савойская из Савойской династии. Савойя – это на границе Франции и Италии. Тогда это было независимо графство, потом герцогство, довольно видное в средние века государственное образование. Изначально вообще из-под Женевского озера вышли графы Савойские. Во-вторых, был патриарх Иоанн Калека. В свое время он получил кафедру благодаря Кантакузину, но показал тут свою неблагодарность, потому что сам тоже хотел управлять и выступал за то, чтобы не один был регент, а был регентский совет во главе с, собственно, патриархом. Ну и, в-третьих, был еще такой мегадука – это командующий флотом. Ну, так вот, по традиции, в Византии командующий флотом носил вот такой титул великого герцога, мегадука Алексей Апака. Это был человек не знатного происхождения, выдвинулся благодаря Кантакузину. Кантакузин его поставил на флот командовать. Ну, а вот когда пришла пора, то Апака показал тоже свою неблагодарность бывшему покровителю. И у него был еще такой козырь, что, поскольку он командовал флотом, у него была морская база, ну, как бы, вот, укрепленное такое место. И он как-то хотел вывести мальчика императора Иоанна Пятого на эту базу, не имея, грубо говоря, флота под командованием, Кантакузин не мог тогда бы еще предпринять. Но эта попытка не удалась, скажем сразу. Поэтому Кантакузин был довольно уверен в своих силах и смотрел спокойно на интригер против себя. Более того, он даже показал своим противникам, что те без него не справятся. Как он им сказал, окей, хорошо, вы хотите сами управлять, пожалуйста, я отойду в сторону, управляйте. Ну, те попробовали управлять, но Кантакузин в сторону отошел, его контроль над войском и над финансами не отдал. У тех нет денег своих, они пытаются командовать армией, армия подчиняется Кантакузину. То есть, а у Византии, естественно, противники, соперники, даже Болгария, Болгарское царство. И когда те соперники Кантакузина увидели, что у них ничего не получается, потому что тот держит все рычаги управления сам, то они пошли к нему и говорят, ну да, действительно, продолжай править, как Рикент. И он такой уже спокойный, думает, что ничего ему не угрожает. К власти он формально не рвался. Ему хватало того, что он фактически был главой империи. Хотя были у него сторонники, в основном Кантакузин опирался на аристократическую партию. И, например, молодые византийские аристократы под окнами дворца там выкрикивали ему прославление как императору и кричали, чтобы он принял на себя императорский венец. Но он этого на тот момент не сделал. Что пытался делать Кантакузин? Вот в то время, когда у него была вся полнота власти, он начал договариваться с латинскими баронами Мореи. А в Мореи, то есть на полуострове Пелопоннес, в основном тогда еще были владения латинские. Там уже византийцы создали свой анклав на востоке полуострова. А вот основные византийские, не византийские, а латинские владения. Ну там, короче, было довольно сложные перипетии, о которых мы когда-то говорили. Сейчас для нас не важно. Важно то, что вот эта династия Вильярдуэнов, она уже закончилась. Там была прямо череда переходов этого Ахейского княжества. И в конце концов оно перешло, по-моему, Екатерине Дювалуану. Что-то там такое вот было, довольно мутная схема. Баронам это не нравилось. Это как бы было там, был разброс и шатание. И бароны видели, что византийский анклав управляется лучше, чем собственно латинское княжество. И они хотели под руку Византии, но на условиях широкой автономии. То есть они хотели сохранить свои владения. Они хотели сохранить феодальные устои жизни своих земель. Просто, чтобы номинальным сюзереном был император. И Контакузин на это шел охотно, потому что ему нужна была Мария на юге Греции. Для того, чтобы с двух сторон сжать, охватить Среднюю Грецию, Афины и Фивы. Где тогда еще сохранялась власть каталонской кампании. И вытеснить этих каталонцев из Афин. И вернуть Афины и Фивы под византийский контроль. И тогда бы образовалась непрерывная такая цепь земель. От Фраки, от Константинополя, потом Македония, до Салоники, потом Фессалия, потом Средняя Греция, Фивы и Афины. И потом Пелопонес, Мария. То есть вот такая была цель у Контакузина. Она была вполне реальная. И он все делал для того, чтобы ее достичь. И его положение оказалось прочным. Он даже готовил брак Иоанна Пятого, вот этого мальчика императора и своей дочери. Чтобы стать тестем императора. И в общем-то все было хорошо. Но его смущал вот этот Алексей Апокавк, мегадука, глава флота. И вызвал Контакузин этого Апокавка в Константинополь, чтобы держать его под рукой. Чтобы он там, где-то на своей военно-морской базе не вздумал бунтовать. Но Контакузин тут просчитался. Дело в том, что Апокавк в Константинополь начал мутить народ. Причем бедняков, черт. И настраивать их против знати. Потому что знать была опорой Контакузина. А Контакузин как-то отсутствовал в городе. И тогда вот Апокавка, Носовольская и Патриарх Иоанн вместе создали такой вот заговор. Ну подбили народ на восстание. Вот эту бедноту городскую. Она пошла громить дворцы знатных византийцев. В том числе и родственников Контакузина. Эти родственники вынуждены были бежать в такой город Демотика. Это собственно родовые владения Контакузинов. Где Контакузины и закрепились. Ну правда не всем удалось бежать. Мать Контакузина поймали и заточили. И затем Апокавка Иоу манил голодом в темнице. А Контакузин тогда тоже перебрался в Демотику. Собрал там верные войска. Снать убедила его принять титул императором. И начинается гражданская война. Апокавка умело переводит ее в социальное противоборство. Это может быть не первый. Но наверное один из первых случаев истории. Когда вот гражданская война. Ее умело перевели на рельсы социального противоборства. Бедных и богатых. Черни и знати. И к черне еще на ее сторону стал и средний класс. То есть там ремесленники, мелкие торговцы. То есть вот бедные и середники против богатых. Вот очень умело Апокавка разжигал ненависть к богатым. Это по-моему вот один из первых прецедентов в истории. И ему удалось настроить беднуюту Адрианополя. Те восстали тоже. Изгнали архонтов. То есть ну как бы магистратов городских. Которые были из числа богатых горожан. И взяли власть вот этих городских лесов над Адрианополем. Таким образом Кантагузин лишился этого важного города. Затем пришел черед, ну чуть позже, второго города империи. Это Солоники. Там изначально управлял верный Кантагузину наместник. Там еще были сильные позиции архиепископа. Был такой архиепископ Палама. И тут еще противостояние бедных и богатых наложилось на религиозные определенные противоречия. Потому что как раз примерно в это время на Афоне, а Афон это недалеко от Солоники, начало развиваться новое такое движение, которое называется Исихазм. Ну это такое более мистическое направление. Считается, что вот многие практики Исихазм, они пришли через арабов из Индии, от йогов. Там медитация, там такое созерцание, попытка постичь бога через вот такие медитативные практики. И Палама был сторонником Исихазма. И он также был сторонником Кантагузина. Противники Исихазма объединились и по религиозному принципу, и по принципу социальному. Против партии Кантагузина. Они изгнали его наместника, они изгнали архиепископа Паламу. И они прозвали себя зелотами, то есть ревнителями. То есть ревнителями такой вот правильной веры. И в результате в Тасалниках на 8 лет вот эти зелоты взяли вверх с 1342 года по 1350. И соответственно этот город стал враждебным тоже Кантагузину. У него было не так много сил под рукой, у него было порядка 2000 человек. Но это были обученные войны. И он решил, что он сможет одолеть городскую бедноту, которая соответственно войнами не была. И для начала Кантагузин пошел на Адрианополь, а горошане призвали на помощь царя Болгарии. В итоге Кантагузин город не взял. Болгары же разграбили Фракию, опустошили окрестности Адрианополя. А силы Кантагузина таяли, потому что некоторые из верных ему людей все-таки уходили на сторону императора Иоанна V законного правительства. Ну а правительством был как раз Апокавк. Вот тот, который сидел в Константинополе. В итоге потихоньку Кантагузина Апокавк оттеснил на запад империи, туда в сторону Болгарии и Сербии. И там Кантагузин пытался найти союзника в лице мощного сербского короля Душана. Но у Душана были свои планы. Он к тому времени уже разбил Болгар, хотел сделать Сербию могучей империей. Там тоже такой непростой человек, своего отца он убил. Ну отец тоже там, он был слепой, потому что его в свою очередь, его собственный отец ослепил. Потому что тот думал против него восстать. Но потом византийцы помогли этому слепому королю Стефану вернуться и стать королем. А Душан, его сын был при нем, как бы реально управлял империей, сербским королевством вернее. И он разбил Болгар и стал популярен. И после этого знать убедило его, чтобы он свергнул своего отца, вот этого слепого. И стал сам править, но при свяжении этого короля задушили. То есть вот Душан, хотя он много сделал для укрепления Сербии, но он пошел в историю как отца-убийца. И такой, конечно, непопулярный исторический деятель. Но тем не менее, тогда он был на решении своему могущества. И все пытались к нему подольститься. И Кантакузин, и Апокав. Но у Душана были свои планы. Он хотел после того, как разбил Болгар, еще и Византию тоже разбить. И захватить Македонию. И в частности, вот город Солоники. И он много для этого сделал. То есть он продвигался с запада на восток, соответственно, по Македонии. Отхватывая византийские владения. И умело играл на противоречиях Апокавка и Кантакузина. Потому что они ему были готовы все там отдать, чтобы только он их принял в их сторону. А он лавировал между ними. Например, Апокавк к нему слал посольство. И просил его выдать Кантакузина. Но, тем не менее, Душан не выдал. И медленно двигался на Солонике. И тогда Кантакузин, понимая, что Душан ненадежный такой человек. Решил искать другого союзника. Но в Европе уже союзников не было. И он обратился в сторону Малой Азии. Где были турки. Исторически у Кантакузина были неплохие связи с турками Сельджук. Один из их эмиров, Амар, пришел на помощь. Выслал 20 тысяч войск. Ну и сам с этим войском пришел на Европейский берег. Отогнал сервов, отогнал болгар. То есть, вот как бы сервов туда на запад, болгар на север. Тессалоники осаждать он не стал. Потому что, ну, город крупный. А Сельджуки тогда не особо умели брать горда. И вернулся в Малую Азию. Оставив, правда, Кантакузину 6 тысяч войск. Что было очень немало. Но была проблема. Дело в том, что турки не привыкли возвращаться с пустыми руками. В качестве компенсации за свои услуги они разграбили вот эти земли, по которым они прошлись. То есть, это Фракия и это Македония. А Фракия и Македония это, в общем-то, самые лучшие, богатые из оставшихся аризонтийских провинций. А в 1345 году Кантакузин также заключается с другими турками, с османами. Вот этой новой силой, которая становится все более и более важной. Там был султан Архан. И тоже он прислал войска на помощь Кантакузину. В итоге Кантакузин взял Адрианополь с помощью этих войск. В Константинополе Апокавк был уже убит к тому времени. Ну, его там убили те сторонники Кантакузина, которых он бросил в тюрьму. И вот как-то в тюрьме они этого Апокавка схватили и убили. Там поднялось тут же восстание. Сторонники Апокавка, сторонники Кантакузина. В общем, был такой полный беспорядок. И те, кто там управлял, Анна Савойская, например, они уже призвали Кантакузина, чтобы он вошел в город. И заключили договор. Договор был следующий. Все противоположающие стороны, то есть Кантакузина, Ана Савойская, ее сторонники, сторонники Апокавка, они получат амнистию. Править будут совместно Кантакузин и Иоанн Пятый в течение 10 лет. Но Иоанна Пятому было уже 15. То есть до 25-летия будут править совместно. Но реально будет править Кантакузин, а Иоанн Пятый будет как бы при нем младшим сопровителем. Но когда Иоанн Пятому исполнится 25 лет, то все поменяется. И Иоанн Пятый будет уже править самостоятельно. И тогда же, в 1346 году, после заключения этого соглашения, Иоанн Кантакузин был коронован как император Иоанн VI. Положение Византии было на самом деле плачевное. Несмотря на то, что гражданская война закончилась, она нанесла непоправимый ущерб империи, потому что она разорила страну. Войска практически не существовало. Обе стороны вынуждены были опираться на иностранцев, на наемников, на сербов, на болгар, на турок. И вот отряды этих сербов, болгар, турок ходили по византийским провинциям, как у себя, к собственному двору и нещадно грабили все, что видели. И они разорили самые лучшие из оставшихся под властью империи, провинции, Фракию и Македонию. Доходы бюджета упали, соответственно, войско новое, византийское, греческое, набрать было, ну, набрать было можно, содержать не за что, не было средств. Торговля шла в основном через генуэзцев, через Галату или Перу. Там доходы были в шесть раз больше, чем доходы таможни, собственно, византийской в Константинополе. Даже Контакузин пытался воевать с пригородом Константинополя за то, чтобы вернуть торговые доходы, но безуспешно генуэзцы там отразили это нападение. И в отместку генуэзцы захватили несколько остров, в том числе Хиос в Одесском море. Также в Малой Азии и Византия потеряла город Смирну, один из немногих оставшихся на том берегу азиатском под контролем империи. Но, правда, в 1350 году Контакузину удалось, наконец, подавить зелотов и вернуть Тессалоники под свой контроль, это второй город империи. И также удалось с помощью турок-османов отбросить севского короля Душина. И вот после этого Контакузин с триумфом возвращается в Константинополь, а Иоанн Капый, он оставался в Тессалониках. И в 1351 году вот этот вот юный, ну уже как юный, он уже такой не мальчик, уже молодой человек, тоже хочет править, он вошел в сношение с этим же сербским королем Душином и получил поддержку сербов против Контакузина за то, что он уступит им земли Македонии. Кроме того, Иоанн заключил союз с Венецией, формально этот союз был направлен против Генуи, с которой империя воевала, но реально этот союз был направлен против Контакузина. Венецианский флот, и он использовал против своего, скажем так, соправителя и соперника. Контакузин опять обратился к туркам за помощью, султан Архан прислал своего сына Сулеймана, и вот его турки на голову разбили сербом. Но Византия заплатила за это страшную цену, потому что вот на 1354 году там случилось вроде бы землетрясение, ну, в Ракии. И были разрушены там ряд византийских крепостей, полуостров Галиполи, ну, то есть это там, где пролив Дарданеллы. И также греки, греческое население, оно бросило дома и перешло в более безопасные места. А Сулейман, вот этот сын султана, перевез через Дарданеллы турецких и войска, и колонистов. Войска захватили вот эти оставшиеся без присмотра полуразрушенные крепости, а колонистов Сулейман заселил в брошенные греками дома и начал колонизировать уже Фракию. И это было вот началом конца, потому что турки начали уже перебираться на европейский берег. И Контрекусин понимал всю опасность. Он обратился к султану Архану с просьбой, что типа успокой своего сына, я заплачу тебе огромные деньги, только убери своих колонистов и не ходи больше в Европу, оставайся в Азии. Но уже было поздно и турки все-таки бесповоротно начали покорение Европы. А жители Константинополя уже Контрекусина стали ненавидеть, потому что они тоже видели опасность турецкую. А Контрекусин был для них собственно тем, кто с турками заигрывал и кто турок и привел в Европу. И поэтому, когда молодой Иоанн V на 1354 в том же году въехал в Константинополь, его жители радостно приветствовали, против Контакузина все обратились, он понял, что у него уже нет никакой поддержки, сложил в себя власть, постригся в монахи, ушел в монастырь, еще долгую жизнь на самом деле прожил. Правда, у него были сыновья, да. И вот эти сыновья были не в восторге от того, что их отец так вот отрекся от власти, им ничего, никакой власти не досталось. И вернулся к власти Иоанн V палеолог. И вот эти сыновья начали мутить воду. Ну, старший сын Матвей, он хотел наследовать отцу, но никакого успеха он не достиг. Матвея схватили и выдали Иоанну V. А другой сын, младший Мануил, его Иоанн V отправил деспотом в Морею, то есть на полуостров Телопонасе. И Мануил там был, в общем-то, как наместник и верен Иоанну. Сербский король Душан умер, его империя распалась, и более сербы не угрожали. И казалось, что Иоанн V может править спокойно. Он довольно молод, все его опасные соперники повержены. Ну, в Европе, по крайней мере. Его, вроде как, народ любит. Ему предстояло еще долгое правление, но успешным оно никак не оказалось, потому что беда пришла, в общем-то, из Азии. Старый султан Архан, друг Кондакузина, умер в 1359 году. Там его сын Сулейман тоже к тому времени умер. И трон достался другому сыну, Мурату I, который не испытывал никаких сентиментов в Византии. И с 1360 года турки начали покорение в Раке уже широкомасштабное. Уже это была не колонизация, а вооруженный захват. Там у них было десятки тысяч войск, а у Византии гораздо меньше сил, несколько тысяч всего лишь. Денег в казне не было. Лучшие провинции Фракия, Македония, как я уже говорил, были разорены, не оправились от гражданской войны. И в итоге турки легко захватили сначала Фракию, потом начали захватывать Македонию. В 1361 году без труда взяли Адрианополь. И Адрианополь стал новой столицей. То есть Мурат перенес туда столицу. Именно центр тяжести Османской империи перенесен в Европу. Правда, потом турки пошли на Болгар, а не на Константинополь. У Константинополя возникла такая передышка. Потому что его считали уже не опасным. С этим императором никто особо уже не считался. А болгары были более сильными, и поэтому турки начали воевать с более сильными соперниками. К тому же Византии временно помог родственник Иоанна по матери. Амадей Савойский. Савоя, несмотря на то, что нам кажется, что это что-то неизначительное, все-таки она была довольно важным государством Средиземноморским. Там флот был. В общем-то, этот флот вошел в Картонеллы, выгнал турок из Галлиполи. Но сильно все-таки не смог преломить ситуацию. Иоанн V видит, что единственная его надежда в борьбе против Османской угрозы является Запад. И в 1369 году он едет в Рим. И опять поднимается вопрос об Унии. Иоанн готов на все, лишь бы только католический мир помог Византии против турецкой угрозы. Папа, как всегда, предъявляет условия главенства Папы над всей христианской церковью. Догматические споры. Иоанн все готов принять. Греки жить не были готовы к Унии. Даже старший сын Иоанна Антроник, который остался управлять империей на время осудствия отца, посчитал, что пришел его час. И он может сам править империей. Хотел взять власть в свои руки. Он даже перестал посылать отцу деньги. И такое даже возникло неприятное происшествие, что Иоанна V за долги арестовали венецианцы, императора Византии. Это был, конечно, неслыханный подзор для империи. Иоанн тогда написал, что он лишает Андроника наследства. Сделал наследником второго сына Мануила. Но турки тем временем наступали на Балканах. В 1365 году болгарский царь признал себя их данником. Отдал сестру в гореем султана. Против турок образовалась, конечно же, коалиция. То есть там венгры, сербы объединились. Ну как, на словах объединились. А реально они не успели армию объединить. И в 1371 году османы разбили сербов на Мареце. Это было такое главное поражение сербов на самом деле. И дальше турки захватывают Македонию уже полностью. Император Иоанн V должен был признать себя вассалом султана. Но, правда, не данником. То есть болгарский царь в худших условиях был. Но, тем не менее, Иоанн стал уже очень непокулярным в Константинополе. И вот тот его старший сын, Андроник, которого отец отстранил от наследства, решился на заговор. Он вошел в сношение с сыном султана Мурада, Санджи. И вот эти два сына, Андроник и Санджи, решили одновременно выступить в праздниках своих отцов. То есть Иоанна и Мурада. И свернул их. И самим стать праведным. Но заговор был раскрыт. Мурад ослепил своего сына. И то же самое советовал сделать Иоанну. И даже палача послал. Но Иоанн сына пожалел. Там его не до конца ослепили. И в ответ Андроник в 1376 году организовал еще один заговор. И тогда ему уже удалось свергнуть Иоанна V. И, собственно, своего брата Мануила. Их посадили в темницу. Там их три года держали. И только в 1379 году Иоанну и Мануилу удалось сбежать. К султану. Куда еще им бежать. А вот эти три года с 1376 по 1379 правит Андроник IV. Иоанн сделал соправителем своего сына Иоанна VII. Но когда Иоанн V и Мануил бежали к султану Мураду, то тот приказал Андронику IV вернуть трон отцу. И Андронику подчинился. Пришлось подчиниться. Правда, там были уже условия, что взамен старший сын станет наследником опять. И получает там в себе несколько городов управления на севере Рязантии. Но этот вот Андроник IV умрет в 1385 году. При жизни еще своего отца. И поэтому как бы трон ему в итоге так и не достанется. Иоанн V уже не молодой. Уже старик. Его последние годы безрадостны. Либо он сам, либо его второй сын Мануил. Ну, соответственно, наследник империи. Должны были находиться при дворе султана. Как заложники постоянно. Кто-то из них. Никаких сил императора не было. И он искал забвения в пирах и танцовщицах. А турки постепенно брали под подбой византийские земли. Уже с 1380 года они время от времени занимали Тессалоники. Ну, как? Не постоянно. То приходили, то уходили. Там какое-то время была осада. Три года там с 1384 по 1387. Там они осаждали Тессалоники. Ну, как-то так вяленько. Но в итоге они его взяли. Посадили в Акрополь свой гарнизон. Но оставили греческое самоуправление. И император, кстати, Иоанн V туда довольно часто наезжал. И там же он и умер в 1391 году, когда он посещал Тессалоники. А турки тем временем обратили внимание опять на сербов. На недобитых после Марицы. А сербы пытались взять реванш. Они там опять собрали свои силы. Почти там 20 лет им для этого понадобилось. Но, тем не менее, вот в 1388 год они собрали свои силы. И решающая битва, которую вы, наверное, знаете. Битва на Косовом поле. Это 1389 год. Порядка 30 тысяч человек собрали сербы. Примерно столько же было у турок. Битва была тяжелой. Там было не очень понятно, кто кого. Даже отряд сербов прорвался к шатру султана. И там вот сербский знаменитый воин, не помню уже как его зовут, убил султана Мурада. Но сын Мурада Баязинд взял контроль над войском. Не допустил паники. Контратаковал. Разбил сербов. Их король Лазарь там погиб. Ну а Баязинд первый, в отличие от отца, он был молод, он был более воинственный. И никакой милости к Византии он оказывать не собирался. И вот, кстати говоря, в 1391 году Тассалоники окончательно стали турецким городом. Но до этого еще за год, в 1390 году, еще было одно событие. Иоанн V тогда и его сын Мануил были у султана Баязида. А вот внук императора, то есть вот тот сын Андромика IV, Иоанн VII, который был в свое время соправителем отца во время вот этого мятежа, он снова захватывает власть в Константинополе и несколько месяцев удерживает столицу. Но, тем не менее, потом Мануил возвращается, племянника изгоняет. Ну а в 1391 году Иоанн V умирает, и тогда вот трон переходит к Мануилу, который стал императором Мануилом II. Во-вторых, ну а чтобы понимать, в каком плачевном положении была Альзантия, то султан Баязид прислал тогда к Мануилу своего судью, Кадия, мусульманского судью, для того, чтобы тот разбирал не только дела между мусульманами, но также и дела между мусульманами и христианами, потому что не боже правоверным, чтобы их судил христианский судья, неверным. Ну, Мануил стал протестовать, потому что это все-таки его город, его империя, он все-таки еще не поколен. Ну и Баязид тогда ему сказал, ну ладно, сиди у себя там за стенами, а все, что вне города, то бою. Так вот, Византийская империя была сведена почти что к пределам одного города, Константинополя. Ну а о том, как этот город пал и как окончательно погибла Альзантия, мы поговорим в следующий раз. Я напоминаю, что у меня есть Патрон, Патрон.ком, КСА, ВИАЛ, подчеркивание, КХО, КХЛОВ. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, ставьте лайки, если есть возможность, становитесь мемберами на моем YouTube-канале. Ну а мы увидимся в следующий раз, чтобы уже завершить историю Азантийской империи. До свидания. Продолжение следует...